Помогите благоустроить сквер. С такой просьбой жители ТОСа Трудовой обратились напрямую к мэру города Владимиру Шарыпову. Территория, из-за которой весь сыр-бор, располагается прямо за торговым центром Тополь. Здесь, в окружении частного сектора, растут редкие деревья. Здесь еще в 1939 году местными жителями было посажено редкое дерево. Это, сейчас скажу, манжурский орех. То есть, вот их тут много. И, соответственно, два квадрата этой территории – это парк дендрический. Еще два квадрата, они как бы бесхозные. У нас постоянно здесь мусор, постоянно заезжают машины, даже пытаются костры разводить. Мы здесь проводим субботники. Но, как вы видите, не сказать, что здесь очень грязно, но все-таки не так, как хотелось бы. А хотелось бы жителям видеть здесь благоустроенную зону для прогулок и отдыха. Потому и обратились к главе города с предложением присвоить этому месту статус сквера и привести в порядок. И если второму ничто не противоречит, первое – не вполне осуществимо. По генплану неподалеку от этой территории пройдет дорога. Потому предоставить статус сквера не получится. Но выяснилось, что это и не обязательно. У вас был правовой статус для ваших действий. Дорожки делать, если вы хотите, и так далее. Вы можете обратиться с выделением земли под благоустройство и приложить этот проект благоустройства, который мы вам согласуем. И вы будете делать это абсолютно в рамках правового поля. Проблем не будет. Нам главное, чтобы быть в рамках правового поля. Чтобы у нас не получилось так, что мы собрали деньги, а нам, например, не разрешили что-то тут делать. И мы скажем, ну, людям, как так? А как мы обратно их будем отдавать? Как благоустроить территорию, жители ТОСа уже решили. Здесь будут мощеные дорожки, фонари, малые архитектурные формы. Только от скамеек решили отказаться, чтобы не привлекать сюда нежелательный контингент. Случай этот уникальный. И нечасто жители изъявляют желание материально поучаствовать в развитии своего микрорайона. Так что в городской администрации всеми силами будут помогать им. Мы очень рады подобной инициативе от граждан. И, конечно, будем помогать благоустроить ту территорию, которая непосредственно жителям близлежащего района нужна. В плане администрации будет работать дорог, освещение и, соответственно, передать территорию под благоустройство определенной организации. Это либо ТОС, либо общественная организация. Жители подумывают дать территории название в память о войнах Великой Отечественной. Главное, чтобы теперь совместными усилиями мэрии и ТОСовцев удалось преобразить это место. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.